Всем привет, с вами Сапанцер и сегодня видео о необычной машине, это премиумная ПТ 6 уровня СУ-100У, советская машина, огромный здоровенный сарай с очень мощной пушкой. Ну и вот почему я ее купил, ну дело в том, что знаете на 10 уровне геймплей он конечно неплохой, но довольно сложный, довольно напряженный, особенно на СТшках приходится постоянно напрягаться, тащить, какие-то варианты придумывать и захотелось чего-то такого обычного, простого, не сложного, ну и вот приобрел я эту машинку, заодно проверить как она вообще формит, как она себя в рандоме чувствует, ну и вы знаете я не разочарован. Ну во-первых начнем с того, что геймплей на ней он просто элементарный вообще, из-за того, что у вас огромный корпус сарайный, который все видят и при этом абсолютно картонный, пробивают эту машину все, соответственно вам нужно делать так, чтобы вас не видели, то есть стандартный ПТ стайл, вы уезжаете куда-то далеко, где противники вас видеть не будут и оттуда накидываете по чужому засвету. Просто easy game, стандартный, так конечно можно делать все на любой машине, но здесь это достаточно эффективно, из-за того, что у этой ПТшки просто сумасшедшее орудие. Ну серьезно, обычной ББшкой, стандартный, 196 пробития и 440 альфа. Шестой уровень, 440 альфа, это настолько много, это просто очень много, это нереально много, то есть это просто, ну просто супер пушка для этого уровня, которая установлена, напоминаю, на прем танке, то есть это машина, которая должна быть как бы слабее других, по идее, на своем уровне, да, хоть по чуть-чуть там, то есть немножко уступать традиционно, так в игре принято, но здесь получается, что орудие наоборот, оно вполне себе конкурентоспособно против не то, что шестых уровней, не то, что седьмых, да даже против тяжей восьмого уровня, эта пушка вполне себя неплохо показывает. Вообще для этой машины нет очень большой разницы играть в топе списка или внизу. Ну, конечно, приятно из топа списка ланшоты раздавать, понятно, что она эффективнее, но дело в том, что когда вы играете внизу списка против восьмерок, то, ну, серьезная разница, по сути говоря, лишь в том, что вы быстрее умираете после засвета, то есть даже когда вы в топе, вы засвечиваетесь, сразу же можете получить и обычно получаете, против восьмых уровней засвет на каком-то простреливаемом пространстве, это смерть практически сразу же. Ну, вот и вся разница, то есть на самом деле не светиться нужно и там, и там. Но зато вы даже против восьмерок всех замечательно пробиваете, наносите кучу урона, реально, ну, 440, даже, еще раз, тяжи восьмого уровня это почувствуют, это очень серьезно. Вот, так что с точки зрения именно нанесения урона машина вполне себе очень даже хороша. Ну, и еще раз, ребята, это премтанк, соответственно, нанесение урона критически важно, естественно, для фарма. Ну, и вот главный вопрос, а свою цель-то эта машина выполняет, как фарм, как вообще этот танк себя проявляет именно с точки зрения заработка серебра? В общем, сориентирую вас так, если вы делаете за бой один выстрел с пробитием, один, ребята, еще раз, один выстрел, то есть вы можете вообще выехать, слиться, просто дать один шот, кого-то пробить, в такой ситуации вы заработаете что-то типа 15-20 тысяч серебра, ну, естественно, зависит от цели, да, там, все может быть по-разному, ну, примерно, примерно, именно чистыми, чистыми за бой, вот у меня так получалось. Если вы делаете два выстрела за бой с пробитием, то это что-то в районе, может быть, 25-30, примерно так. Больше, естественно, больше. У меня получилось, я специально посмотрел, за примерно, там, что-то в районе 15 боев, на этой машине я заработал в районе, там, 550 тысяч или в районе 600, примерно в таком ключе, то есть что-то около 35-40 тысяч за бой. Для према шестого уровня, ну, я думаю, что довольно неплохо, на самом деле. Еще раз, према, у которого, на самом деле, очень простой геймплей, на котором не нужно как-то очень сильно напрягаться, потому что, еще раз, вы просто выбираете позицию в начале боя. Танк, кстати говоря, не очень медленный, то есть позицию вы сменить-то можете, то есть кажется, что это вообще такой слоупочный сарай, на самом деле нет. Едет он, ну, для своих размеров, более-менее. Вот, вы выбираете позицию, встаете и начинаете раскидывать на дистанции. Пушка, конечно, косоватая, но еще раз, заходит, пробивает нормально. И при этом эта машина еще и фармит. В общем, вы знаете, довольно занятная штука получилась. Если вам фарм не особенно принципиален, если вы ищете каких-то интересных ощущений новых, то тут тоже есть занятный момент, это голдовые ББшки, премиумные. Именно ББшки, как вы видите, здесь в БМ-комплекте два вида бронебойных снарядов. И это очень забавные снаряды, то есть, в отличие от обычных премиумных, да, на остальных машинах, здесь пробитие ниже, ниже на премиумных снарядах пробитие. То есть, здесь в районе 170, еще раз скажу, на стандартных 196, а на премиумных 170. Но при этом здесь выше альфа, 510 альфа. И вот именно это является таким забавным фактором. Если вы заряжаете премиумные снаряды, то если вы в топе, то вы по-прежнему замечательно всех пробиваете, абсолютно спокойно и не напрягаясь, но при этом раздаете уже по 500, что для большинства танков будет означать, если не ваншот, то по крайней мере там в районе 80% ХП. В общем, это очень много на самом деле. Ну и я видел такие СУ-100У в рандоме, которые играют на премиум НББшках. Это на самом деле очень страшно, когда вы на каком-нибудь хеллкете, и внезапно вам откуда-то прилетает, и у вас хорошо, если вы еще живы, а чаще всего вы после такого можете просто в ангар пойти. В общем, как известно, сейчас после нерфов на 6 уровне, после нерфа хеллкета, после нерфа кваса стало немножко поприятнее играть на других машинах. Именно поэтому я вот обратился к этому танку в том числе, потому что раньше кваса, мне кажется, жития я особенно не давали с хеллкетами, теперь вполне себе все в норме. В общем, машинка занятная, очень спокойная, очень не напрягающая, такая, именно для такого расслабленного, спокойного, неторопливого фарма, я считаю. Очень хорошо для этого подходит. В общем, я доволен покупкой, по крайней мере, с удовольствием на ней покатался. На этом на сегодня все, и спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!